добрый день дорогие подписчики уже было не хотелось снимать осеннее видео в этом году казалось одно время что уже зима наступает уже как бы ничего интересного произойти не может но вдруг такие катаклизмы природные сменились наоборот вторжением теплых масс сейчас ноябре у нас установилась такая прекрасная осенняя погода похоже на бабье лето не видно наверно практически 14 градусов тепла что как конечно весьма неожиданно и вот решил пройтись еще по огороду с небольшой экскурсией напоследок потому что немножко интересного все-таки еще мы можем увидеть но самое что конечно удивительное сейчас то что цветут цветы осенние крокусы очень порадовали такие перенесли минусовые температуры до 7 градусов выпускался у нас мороз они цветут как ни в чем не бывало очень приятно посмотреть напоследок на цветочки вот это опунцевая грядочка туда я несколько видов мелколуковичных посадил штернбергия отсвела еще в сентябре вот теперь у нас стал черед осенних крокусов и несколько весенних будет цветочков здесь для красоты но топунцы почему-то они очень сильно сдулись хотя время тоже поджимает как они подготавливаются не очень понятно зиме ну что мы еще можем посмотреть это моя новая юка сизая третий вид юки в коллекции теперь у меня есть юка сизая в дополнение к нитчатой и славной ну подрастал за лето но из очень маленькой она начинала стартовать ну несколько новых листочков но ввиду того что они очень узкие как особо массы не видать но все равно приятно растет вроде бы неплохо ну готовится к второй зимовки китайский бамбук показывает свою склонность к вечно зелености разрезанолистная ежевика все время когда произношу слово разрезанолистная все время хочется сказать бузина лавандовая грядочка лаванда тоже хорошо себя чувствует готовится к зиме южные дубы дуб изменчивый тоже готовится к второй своей зимовки в этом году вроде бы лучше подготовился к зиме даже вот начинают листья желтеть вроде бы одревеснения такое достаточно полное будем надеяться на успешную зимовку очень хорошо показался в этом лето зонтоксилу пытался расти до последнего эти молодые приросты были повреждены заморозками но одревеснения в этом году очень такое высоко по стволу забралась посмотрим до каких пор сможет у нас уцелеть в эту зиму зонтоксилу двухлетние лапины кавказские крылоплодная лапина очень хорошо растет очень быстро сейчас не больше метров наиболее крупных экземпляров такие же двухлетние были здесь клёны ложноплатановые яворы но наиболее крупные я уже выкопал и высадил в лес черемухи мако ну поскольку погода позволяет посадочный сезон еще продолжается поэтому по возможности стараюсь как можно больше растений сейчас высадить это пихта сибирская и сосна веемутого но там на продажу такая грядочка потихонечку отсюда копаю продаю это остатки сосны жесткой редкая такая интересная коллекционная сосна но все что осталось от нее доцветает ой доцветает сбрасывать листья во всей красе была недавно черемуха поздняя очень красивая в осеннем наряде была черемуха но вот уже осень мискантусы красятся еще долго будут украшать опустевающий сад жалко уже не видно красоты ложно-зибульдова клёна молодые кленчики радовали разноцветием листьев но и хвойные рядом с ними кипарисы и кнутканские кипарисы и келассона колоцедрус несбегающий шикарный колоцедрусы двухлетние нет трехлетний прошу прощения в трехлетнем колоцедрусе уже наверное больше полуметра ростом весьма интересный такой эксперимент для средней полосы россии соснару милийская еще немножко дубов изменчивых и лещины древовидной дубы крупноплодные маленькие сибирские кедры несколько строчек немножко сосны желтый это багряник после заморозков багряник величественный но тоже хорошие всего лишь двухлетние растения из таких мелких семян багряник хорошие темпы роста показывает мои китайские ирисы такие вот уже из семян двухлетние есть я надеюсь что в следующем году уже зацветут просто посмотреть интересно будет что за цветы у них будут вот такие нежные прутики которые почти не видны на видео это лиспедица все отцвела готовится к зиме кизильник самшита листный молодые очень красивые сейчас почему-то в молодости не зеленая кора клен зеленокорый а такие фиолетово-розовые молодые побеги клена зеленокорого но в принципе очень хорошие такие саженцы 2-х леточки очень правда по прутовидные такие длинные ну что это все вот на продажу если кому-то нужен зеленокорый клен пожалуйста очень шикарные саженцы в этом году будут смотрите как красиво получилось у меня штучка из-за семян выросла и долго определял думал что это необычная жимолость оказался это зверобой кустарниковый свел в этом году интересно очень цветет потом образуются интересные красивые красные ягодки на нем такое декоративное растение тоже склонная к вечной зелености молодые тисы кедрики маленькие пихточки каштаны были очень хорошие здесь но к сожалению сейчас уже продал остались только маленькие китайские эти каштаны магнитетских семян показывали они этом году просто какие-то колоссальные такие приросты продал уже метровые экземпляры черные грецкие орехи но все что сейчас без листьев уже к сожалению лиственная поэтому как бы понимание заострять здесь не на чем интереснее сейчас смотреть на хвойные растения большая строчка полтикладуса полтикладуса тоже прудут со страшной силой это надо рассаживать или продавать ну продается помаленечку а рассаживать кабы место еще не позволяет ну очень хорошо последние годы растет полтикладус в нашем климате череночник второй китайский бамбук это даже покрупнее но тоже надо укрывать наверное ну по сути укрытия никакого не будет шалашик из лапника сделаю над ним прошлом году нормально перезимовал вот еще одна грядка с хвойными можжевельники виргинские очень крупные тоже быстро растущие уже цуги солистные несколько сортов туи и рисковидные туи шикарные начинает бронзоветь к осени под ними плющик как обычно хорошо разросся молодые пихты одноцветные что здесь еще интересного маленький бамбук фаргезия мюриэля и рядом с ним сосна гибкая молодые семечки интересная сосна со съедобными семенами вот приобрел такой вот кипарисовик с необычной хвоей который можно было бы сразу принять затис но на самом деле такая винильная форма кипарисовика тупого этот будет зимовать первый раз но такого плана у меня кипарисовик уже покупал обе хвойный микс долго определял что это за растение уже зимовал молодые цуги канадские сосны банкса таксодии вторую зиму уходят вот они уже по бронзовели тоже сбрасывают листья здесь еще несколько видов разных можжевельников казацкие горизонтальные можжевельник обыкновенной форма стелющаяся из интересного вот первую зиму пойдет подокарп или ногоплодник снежный подокарп южное растение не просто южное из южного полушария одно из немногих растений которые может у нас зимовать под снегом ну пока по крайней мере это в качестве эксперимента будет но теоретически если все нормально будет должного зимовать вот этот кипарисовик уже будет во вторую зиму лучше подготовиться чем новоприобретенный уже побурел посинел вот так вот уходит в зиму хиномелис катаянский как и все южане он немножко плохо подготавливается в полной листве собирается уходить под зиму обмерзает но для южан я думаю это весьма интересное коллекционное растение один из таких мало распространенных видов хиномелиса здесь еще немножко таксодия и сосны румелист к нему добавил таксодий хорошо сходил но в середине лета из-за недостатка полива очень большой выпад был поэтому под осень дополнил сеянцами сосны румелист к отцветают осенние цветы хризантемы многолетние астры сбросила листья вишня саржанта очень красивые такие осенние были яркие краски сахалинской вишни это пихта кавказская или нортмана хорошая маленькая пихточка растет медленно но следов мерзания никаких нет вот этим уже небольшим вроде бы пихточкам уже четвертый год рядом с ними ель кавказская также медленно растет но также собственно обходится без всяких повреждений еще немножко уже цук кедров голубых елей и подходим еще к одному своему новому бамбуку форгезия юнанская долго она раскачивалась это приобретена была весной на обходе но в конце лета выдала вот большую молодую стрелу ну по крайней мере выглядит неплохо надо еще быть и уложить надеюсь на хорошую зимовку ну по 7 не окраски листвы и спиреи японские барбарисы тунберга сортовые очень хорошо нарос вьющийся горец горец ауберта такая лиана необычная мощный прирост но сейчас уже листья сбросил заморозки быстро напугали по идее зимовать он должен вроде бы неплохо даже если какие-то плети обмерзнут быстро и хорошо как селяна восстановится от корня вот этот мой знаменитый новый бамбук сазовича хорошем состоянии она сейчас подошла к зиме но посмотрим как она будет выглядеть весной рядом с ней филостахис нигра черный филостахис но посадил его под осень конечно бамбуки не рекомендует сажать под осень вот такой вариант предоставился уж отказаться было грех поэтому посадил посмотрим если перед зимой то будет очень хорошо сейчас начал пополнять свою коллекцию папоротников вот это осмунда великолепная пересадил ее как бы вот видно что не очень хорошо чувствует твоей все высохли но как вроде бы серединка живая посмотрим что будет не весной это вот моя саза вича ой саза курильская мой первый бамбук с чего я начинал но это растет прекрасно это расползаться начала видно что и очень хорошо много-много молодых вот побегов видно вот они уползают стрелки разведчицы туда утыкаются в землю ну накрываю и буквально всего лишь опавшей листвой этого достаточно она зимует очень хорошо вот другой вид суги этот суга западная разнолистная дополнение канатки попробую посмотрю как будет зимовать у нас еще одна американская отсюда западного побережья еще молодые парисы и поисков очень много растут они хорошо выглядят так не очень нравится интересное нежное растение почему-то мало распространено у нас еще в озеленении непонятно просто куча кипарисовиков разных размеров и форм черные орехи лежат пока хранятся таким образом чтобы не пересушить ну вот клематис винограда листный как обычно хорошо полз залез на дерево но сейчас я лишнюю бату оборвал потому что он буквально поглощает все что рядом с ним растет даже большие растения скрываются мой гомомелис виргинский пока цветение конечно еще ожидать рано всего лишь 3 год поэтому но сейчас уже вот садах гомомелис цветут и радуют таким тоже поздним красивым цветением вот такие большие можжевельники виргинские можно получить из семян хотя казалось бы да хвойные семян процесс длительный нет буквально несколько лет и получаете хорошие красивые растения пузырник пузырник вот плоды свел до конца лета не сказать что очень какое-то декоративное цветение похож на желтую акацию но необычные плоды пузырчатые крупные такие бабы сдутые все равно интересное коллекционное растение пихта корейская остатки был и роскоши и огромные черемухи марка тоже если успеем может высажу еще в этом году крупноплодные дубы дубы из белой секции когда мы не привыкли что они как-то могут окрашиваться наш дуб челесчатый или другие там кавказские некоторые виды из этой секции осенние окраски конечно не примечательны а вот американские виды вполне себе декоративные осенью и дуб белый дуб двухцветный крупноплодный осенние окраски краснеют и довольно декоративно смотрятся актинидиа коломикта уже полностью готова к зиме сбросила листья сбросил листья и цирсис канадский ну хорошо я надеюсь на успешную зимовку в принципе мне очень радует перспективы хорошие похоже в нашем климате ждем цветение ближайшие годы здесь было много новенького на этой грядке новые тоже для меня виды посмотрим как они будут зимовать это лох многоцветковый нет это лох озонтичный лох довольно южный лох с удобными плодами посмотрим как он будет расти а лох многоцветковый который гумия я уже брал саженцем он тоже будет зимовать первую зиму покрупнее посмотрим как он перезимует эвкомия эвкомия вязолистная это тоже достаточно южное дерево посмотрим вот а перчевый сок дает для коллекции весьма интересно вот сосна юнаньская очень хорошо взошла но вот заморозки уже дали знать о себе то есть конечно на перезимовку шансов у нее немного может быть какие-то отдельные останутся сеянцы будем отбирать но южная очень сосна это для наверное седьмой зоны как минимум так рекомендации поэтому у нас в четвертые наши шансов будет немного вот видите уже листики сбросил леориодендрон тельпаноносный молодые сеянцы где-то вот так вот это все было но видимо подготовились к зиме раз листики сбросили надеюсь не стал я их никуда убирать попробуем перезимовать в открытом грунте вот какие у нас еще тут интересности есть еще кипарисовики нотканские вот они такие пендулообразные симпатичные кипарисовики очень хорошо растут бобовники бобовник альпийский или золотой дождь это обычно относит название к бобовнику анагиролистному ну и этот при хорошем раскладе весной очень декоративен богатое такое цветение кисти желтых цветов растет прекрасно молодые абрикосы орловской селекции еще немножко лещины древовидный череночник прекрасно сам шин черенкуется быстро растет хорошо зимует бывает подгорает весной но все равно вечно зеленые растения весьма радует и осенью когда я сбрасывается листва и весной когда еще не распустилась листва мало конечно ассортимент вечно зеленых растений поэтому каждая на вес золота еще немножко дубов изменчивых несколько видов карий здесь эксперимента будут первую зиму зимовать но кори уже сбросили листьев практически не видно поэтому смотреть тут особо нечего что еще интересного персики вот такие огромные персики у меня выросли вот это всего лишь двухлетний персик белорусской селекции рядом с ним персики просто из семян магазинах ну что можно сказать магазинные персики как более крупные более южные видимо немножко страдают обмерзают но очень хорошо устанавливаются вполне себе уже такого размера товарного а белорус просто шикарен практически не обмерзает ждем цветения ну не дай бог плодоношения скумпия кожевенная тоже варловской области себя показала прекрасно уже листики сбросила нарядные малиновые такие красивые листики осенью хорошее растение принципе южное но похоже что делал у него еще для продвижения на север не исчерпаны магония подобно листная но это будет зимовать с листвой обычно она зимует хорошо кизил дерен мужской темпы просто невысокие но растет без проблем пока сейчас расчистил немножко от разбушевавшейся ежевики грядку поэтому немножко может вздохнуть свободнее вот мои кустики айвы обыкновенной это не крупная айва такая можно сказать дичка с юга но она показывает себя очень хорошо не мерзнет растет думаю для нашей средней полосы любая айва будет как находка а вот это первый год будет зимовать айва китайская псевдоцедония ну такие вот сеянцы саженцы можно сказать потому что их пересаживал из с лоджии начал пораньше проращивать чтобы они успели к зиме подрасти удалось получить вот концу года интересное такое растение тоже долго за не гонялся но посмотрим какая у нее стойкость как она сможет перенести наши зимы ну вот такого плана будет обзор коротенький в этом году тут как бы особо уже смотреть нечего сезон заканчивается поэтому показал то что есть то что еще видно жимал из стендиша тоже склонны к вечной зелености вот совершенно заморозки на ней никак не сказались но так и уйдет зелеными листьями но то что останется над снегом конечно подсохнет эти листья но все равно зимует она в средней полосе вполне себе успешно хорошо очень подросли бундуки бундук тоже вот одно из таких южных последние три года растут без подмерзания мы видим черенки листьев этого еще не отвалились такие огромные перистые листья весьма декоративное растение самые большие достигли полуметровый величины за два года вот еще один большой церстис канадские тоже с меня рост и начнем около метра семидесяти размер без листьев стоят такие монстрозные палочки оралии маньчжурской в этом году цвела лудоносила интересное растение ну вот и все на этом разрешите откланяться всего доброго до новых встреч